Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим новый проект, который построен на базе игры GTA 5 и располагается на платформе Rage MP. Ну и как написано на превьюшке, взятой из их же группы в ВК, это совершенно новый ролеплей проект. Ну и как все новое вызвало у меня, естественно, неподдельный интерес. Для чего я зашел к ним в группу ВК и посмотрел, а когда же была создана данная группа. Ну и я был удивлен, что создана группа всего 3 месяца назад. Это очень мало для совершенно нового проекта. Открытие же состоялось 21 ноября этого года, ну и они находятся в ОБТ режиме. Давайте не будем тянуть кота за все его принадлежности, зайдем и посмотрим на совершенно новый ролеплей проект. Что же он из себя представляет? Ну а при входе на этот проект, наверное, не только меня, а любого игрока, зашедшего сюда, постигнет жуткое разочарование. Потому что еще на стадии персонализации, настройки вашего персонажа, вы начинаете понимать, что где-то вы это видели. Ну а зайдя на сам проект, вы понимаете, что да, да, это очередной акт насилия над бедной, бедной Red Age сборкой. Ну и соответственно обзор данного совершенно нового РП проекта будет крайне коротким. Потому что показывать что-то на столетней сборке, затертой и затасканной до дыр, абсолютно нечего. А встречают нас на проекте все те же Red Age боты со стандартным набором квестов, которые надо выполнять новичку. Но даже здесь, в квестовой линейке, есть несоответствие, которое авторы, видимо, даже не читали и сами не тестировали. Потому как, например, одно из заданий вам гласит поехать в автошколу и получить лицензию категории B. Но слова автошкола нету на карте. Ее вообще нету. Такой точки автошколы здесь нету от слова совсем. Но можно выкрутиться, если зайти в телефон и набрать там лицензионный центр. И он вас привезет в полицию. Но точки получения все равно нету. И на карте это не обозначено. Ни как лицензионный центр, ни как автошкола. Найти можно только через телефон. И никаким другим способом. И названия абсолютно не совпадают. В задании сказано найти автошколу и получить лицензию. А на карте это не школа. И даже не лицензионный центр. Это полиция. Но даже она на карте не обозначена. Вот такой вот квестик. Который я уверен авторы даже и не читали. Ну а в самом же полицейском участке стоит непись в форме полицейского. Которая нам открывает простое стандартное РДжевское меню. Где мы можем приобрести эти лицензии. Вот в общем то и все. После приобретения возвращаемся обратно к этому же боту за вторым квестом. Который гласит. Поезжайте в ближайший магазин. Купите канистру и гаечный ключ. Хотя там нарисован не гаечный ключ, а разводной ключ. И я как-то об этом уже показывал на предыдущих сборках этой же РДжевской системы. Что немножко здесь не совпадение. Ну на этом проекте все скачали и исправлять никто не собирается. Ладно я уже знаю что вот этот вот разводной ключ он и есть же гаечный ключ. Поэтому покупаем его и возвращаемся обратно к тому же боту. Но по пути я решил проверить. Потому что я знаю что на стоковой РДжевской сборке все заправки без бензина. Там нет бензина. И вы видите я прокатился по заправкам. И да, да. В этой сборке тоже ни на одной заправке нету бензина. Как себе представляют авторы игру игрока. Если у него в транспорте закончится топливо. Что ему делать? Авторы не позаботились о том чтобы на заправках было хотя бы минимальное количество топлива. Ни на одной заправке бензина нету. Езди как хочешь. Правда в арендованном транспорте полный бак. Не 10% или не 10 литров, а заправлен полный бак. Но это вас все равно не спасет если вы хотите провести здесь длительное время. Рано или поздно топливо закончится. А где заправиться понятия не имею. Спасибо авторам. Заходите играйте. Ну а следующий же квест меня вообще покорил. Потому что по условиям этого квеста мне нужно пожать руки пятерым игрокам. А на проекте всего два. И максимальный онлайн который я видел три человека. Ну и как выполнять данный квест. Кто-нибудь из авторов интересно об этом задумался. Что если человек зайдет в неурочное время. Или как вот в этом случае все прекрасно понимают. Что это слитая старинная дурацкая рыдага. И заходят и выходят. Никто здесь играть скорее всего не будет. Ну и как же выполнять такой квест. Да вряд ли авторы об этом задумывались. И вряд ли они вообще читали данную статистику квестов. Я уверен что они просто залили и даже не тестировали данное квестовое задание. Как его выполнять? А я тоже не знаю. Давайте двигаться дальше. Вот только двигаться на затасканной рыдаге абсолютно некуда. Но тем не менее мой взгляд привлекла надпись на карте. Которая гласит разгон. Метка. И я точно знаю что в этом месте находится работа электрика. Стандартной рыдаге. Но здесь та же самая метка. Тот же самый маркирочек на карте. Но только написано разгон. Разгон чего? Меня это заинтересовало. Ну и приехав туда на точку разгон. Мы встречаем все тот же самое рабочее занятие. Стандартное рыдейджевское занятие. Которое называется электрик. Почему разгон? Вот хрен его знает. Наверное потому что авторы не смотрят и не читают то что заливают для общего пользования. Это же совершенно новый роли плей проект. Поэтому работа электрика здесь называется разгон. Разгон чего? Мозгов наверное. Не знаю. Будем разгонять мозги. Вот только разгоняй не разгоняй. А смотреть то здесь совершенно нечего. Как я уже неоднократно и сказал. Но меня заинтересовала точка по добыче ископаемых. Я поехал, купил кирку. Приехал на эту точку. И понял. И вернее даже не понял. А вспомнил. Что в своей предсмертной агонии. Разработчики оригинального Редейдж проекта. Решили совместить все точки в одном городе. В Лос-Сантосе. И все. Добычу деревьев, добычу ископаемых ресурсов. Они все перенесли вот сюда вот. В город. Это была дурацкая идея. Это как вертеть пистолетом у виска. В надежде что это каким-то образом их спасет. Но это их не спасло. Но добыча теперь находится на строительной площадке. Выглядит дурацко. Действительно дурацко. Добыча ископаемых. Мы добываем уголь. И еще какую-то хрень там. На строительной площадке. На обычной строительной площадке. Да. Не спасло это оригинальный Редейдж. И объединение в одном городе всех точек по добыче. Не спасло. Не спасло и этот проект. Потому что это все тот же самый Редейдж. И делать здесь абсолютно нечего. Но да. Они обещают что вы будете добывать свои полезные ископаемые. Одним нажатием кнопки. Да. Действительно это работает так. Вы нажимаете кнопку Е. И можете вообще уйти от компьютера. И прийти там через полчаса. И удивиться что у вас полные карманы угля. И еще какой-то хрени. Ну вот только куда продать эту хрень. Авторы вообще не позаботились. Я несколько раз через телефон. Через карту пытался найти эту точку. Такой точки нету. И опять таки как и с аналогией. Получение лицензии. Можно воспользоваться телефоном. И телефон проложит вам туда маршрут. Но только приехав туда там ничего нету. Продать набитые карманы этого угля и еще каких-то ископаемых абсолютно некуда. Вот некуда их продать. А значит и добыча их тоже становится абсолютно бесполезной. Хотя нет. Если вы будете добывать дерево, вы можете скрафтить себе мебель. Так написано в описании. Ну в общем вот так вот сделан проект. И он находится в открытом бета-тестировании. Как всегда у нас принято. Заходите, ищите. А мы разработчики будем на все это смотреть. И ждать. Когда вы нам про это напишите. Потому что самому зайти и потестировать. Ну не барское это дело. Ну и напоследок я решил зайти в автосалон. Автосалон самого дешевого класса. Чтобы посмотреть как это выполнено. Ну выполнено это естественно в стиле Red Age. Ничего удивительного здесь нету. Но есть один баг. Я его показывал на одной из версий Red Age. Red Age Evolution по-моему назывался проект. Там была сложность с переключением машинки. Здесь такой сложности я не увидел. Зато сложность с переключением цвета здесь присутствует. Если я выбираю оранжевый цвет. То следующая машинка все равно появляется в черном цвете. И надо цвет опять переключать. Хотя на предыдущей версии Red Age даже машинку приходилось переключать по нескольку раз. Здесь же машинки переключаются хорошо. Но цвет все равно остается тот, который был когда-то видимо запланирован администрацией. И каждый раз придется выбирать машинку. Ну а цены вы видите. Цены точно такие же. С экономикой я так понимаю никто и не пытался разобраться. Цены абсолютно стандартные. Точно такие же цены как я показывал на Red Age Evolution. И еще куча Red Age, которые я посещал. И здесь все то же самое. Не знаю какая нужда заставляет людей открывать вот эту вот затасканную, затертую до дыр, замызганную ролеплей сборку Red Age, которых до данный момент больше 15 штук. Посещай любую, играй. Нет, открывают еще и еще. Не знаю, друзья мои. Оставлю это на ваш суд. Если вам нравятся вот подобные сервера, совершенно новые ролеплей проекты, то заходите, играйте, получайте от этого удовольствие. Мое же мнение останется старым. Оставьте в покое Red Age сборку. Дайте ей умереть спокойно. На этом у меня все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok